И всем привет, ребят! С вами Старванька, я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим грядущим обновлениям. Сегодня у нас четверг, завтра у нас уже выходят новые изменения. И сегодня мы вместе с вами, как всегда, поговорим про них. Начнем с Дня Защитника Отечества. Уже с завтрашнего дня у нас ивент стартует в нашей игре. При этом есть интересный список обновлений. По которому мы сегодня вместе с вами тоже пройдемся. Посмотрел также я в группе ВК анонс видеоблога. Там, ну, в принципе, ничего такого интересного нет. Ну и самое интересное и значимое. С завтрашнего дня у нас в игре появляется новый интерфейс, который был анонсирован Орехом на прошлой неделе. Обо всем по порядку. Начинаем с Дня Защитника Отечества. Здесь у нас с завтрашнего дня уже стартуют скидки. Скидки на магазин, на гараж и на МПК, соответственно. Все так же по 30%. Срок на один день. Начинаем с магазина, потом гараж, потом улучшения. По ивентовым режимам здесь на джаггернаутах все. Формат регби и второй спецрежим через неделю. Захват флага Хоррер Рельса. Я бы сказал, что это два спецрежима, которые не совсем актуальны для игроков в матчмейкинге. И это не самые крутые режимы, которые могли быть. Я лично такие режимы не поддерживаю и не интересуюсь. По спецпредложениям у нас есть 3, даже 4 разных спецпака. Одно с ежедневными танкоинами, которые очень актуальны. Очень многие покупают его. Дальше у нас комплект за 2000 с 10 ультраконтейнерами. Прямкой и недельными кантами, плюс ядерная энергия. Также комплект за 20000 с 300 ультраконтейнерами. И специальный скин-контейнер комплект для мамонтов нашего замечательного проекта. За, ну я не знаю, может быть в этот раз еще большую скидку сделали. Но подробно здесь все как всегда по дефолту. Кто-то, я думаю, что заинтересован в этом. Если заинтересованы, напишите в комментариях, если вы покупаете этот замечательный скин-контейнер. Также, понятное дело, что у нас увеличены фанды и опыт. Получается на 2 недели, да, у нас ивент как бы идет. С пятницы по воскресенье с 18 по 21 и с 25 по 28 у нас будут повышенные фанды и опыт в игре. В ультраконтейнерах никакого нового дропа не изменилось. С прошлой недели все то же самое можно выбить. Коинбоксы, особые миссии, в которых нужно набить по 2000 кристаллов в каждом режиме. Плюс заданки выиграть один бой в победившей команде. И заданка с войнти в топ-3 в любой команде в матчмейкинговых битвах. Одна выполняется с имеющимся премиум, другая выполняется с имеющим боевым пропуском. И теперь добавили, кстати, еще сюда ядерную энергию. До этого ядерной энергии здесь дополнительно получить нельзя было. По звездам я так понимаю, что здесь тоже чуть-чуть меньше стало. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь заданок, двести тридцать. А, нет, и сто пятьдесят. Получается, ой, подожди, двести тридцать, двести десять, да? Семь на три, двести десять. И еще здесь триста семьдесят. Чуть меньше дали звезд за эти заданки. В связи с тем, что заданок больше. И они распространяются на каждый специальный, вернее не специальный, а на каждый режим в нашей игре. Также появляется заданка, которая работает на протяжении десяти дней. Вам нужно просто-напросто выигрывать один бой в матчмейкинге на протяжении десяти дней. Каждый день получаете по одному контейнеру. И если все это дело выполняете, получаете сверху триста халявных танкоинов. Я очень сильно поддерживаю такие миссии. И надеюсь, что таких миссий в будущем на подобных ивентах будет больше. Ну и перейдем к списку обновлений. Самое главное из этого списка, что можно сказать, это то, что у нас появляется новый интерфейс. Полное обновление интерфейса лобби, полное обновление интерфейса гаража, частичное обновление интерфейса других окон. Изменений в интерфейсе игры и игрового окна самого, то есть того окна, который находится у вас в бою, пока что нет. Оно будет вводиться постепенно и контрактов пока что у нас тоже нет. То есть это возможно выйдет через неделю, возможно через две. Все зависит от того, насколько быстро это все дело будет готово. Ну и по балансу, по изменениям по вооружениям. Если вкратце, то чуть-чуть бустанули Теслу, вернули полет снарядов, скорость полета снаряда с Маке, вернули скорость полета снаряда к Граму. Со Страйкером в очередной раз пытаются что-то химичить. Написано, что минимальная скорость ракет опять уменьшена на 5 метров, максимальная скорость увеличена. Длительность разгона ракеты написано, что увеличена, но здесь с 2 секунд оно стало до 1,5 секунды. Поэтому я не понимаю, как она может быть увеличена, если здесь с 2 секунд до 1,5 секунды написано. То есть это наоборот не увеличена, а уменьшена длительность разгона ракеты. То есть они должны лететь еще быстрее. Но непонятно, короче. Химичат пока что, Страйкер до сегодняшнего дня был в балансе, завтра мы на него тоже посмотрим. Быть может, будут какие-то изменения. Ну и написано, что дистанционный подрыв теперь не ограничивает максимальную скорость ракет на 400 метров в секунду. То есть скорость полета ракет, ну я не знаю, какая она теперь, да. То есть я думаю, что там ничего в принципе меняться не должно. Харька овердрайв занерфили, увеличили со 180 до 210. Хотя в принципе Харек и так не является суперметовым корпусом. И на нем я бы сказал, что никто в матчмейкинге так сильно не играет. Ну и по Аресу увеличили у нас дальность молнии овердрайва. Арес до сих пор не находился в балансе и его опять бустят. По аптечке есть изменения, то что теперь и нагрев, и заморозку аптека будет увеличивать, говорю, убирать полностью, а не частично. То есть если вас подожгли или вас заморозили, прожимая аптечку, у вас все это будет спадать сразу же. Кулдаун на смену вооружения увеличен до 10 минут. Но это все идет к тому, что теперь в бою вы сможете переодеться, ну я думаю, что так вот по одной минуте, по одной минуте. Мы придем к 15 минутам, к времени игровому матчмейкинговой одной катки. И по сути у вас будет возможность переодеться в бою только один раз. Хотя и 10 минут это уже очень и очень много. И это направлено на то, чтобы вы, взяв вооружение, могли его по сути переодеть только один раз в бою. Ну и также исправлены мелкие тут изменения, да, там мерцание, какие-то поведения браузерные кнопки. Для дронов в контейнеры добавлены крупные версии превью. В общем и целом, изменений по балансу очень мало. И они, ну не сказать, что здесь что-то такое занерфленное. Единственное, можно будет посмотреть на страйкера. Все остальное, в принципе, увеличилось. Ну и не считая харька, харяк в принципе не так. А, про диктатор забыл сказать. Делительность суперзаряда теперь после активации овердрайва, теперь 9 секунд крит урон работает. То есть это по сути теперь дикострайкер условный будет себя показывать еще лучше, еще бомбически. То есть еще больше ракет критических вы сможете выдать на этой комбинации. Поэтому возможно я в скором будущем дикострайкера затестирую, посмотрю как это работает. И насколько лучше он у нас стал в балансе. Ну и по дню защитника отечества тут в принципе все дефолтно. Единственный момент, который меня порадовал, это то, что теперь разработчики, я так понимаю, что будут часто вводить вот такие вот миссии, в которых можно будет получать халявные танкойны, если вы ежедневно выполняете заданки, да, условно. Вы заходите в игру, проявляете активность, дополнительно получаете 300 танкойнов. И получается, если вы получаете 300 танкойнов за такую миссию, плюс, например, 100 танкойнов бесплатных с челленджа за верхнюю линейку, плюс вы получаете какие-нибудь там танкойны за недельные конты, в сумме у вас уже получается какая-то сумма, которая может быть в дальнейшем перерастет в покупку халявного боевого пропуска. Я считаю, что это очень и очень круто. Вроде как обо всем, что у нас здесь есть, мы поговорили, поэтому не забывайте обязательно поддерживать видеоролик лайком, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Также пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих обновлений и изменений. Ждали ли вы нового интерфейса? Я лично ждал и надеюсь, что завтра он выйдет без никаких ошибок, багов и прочих приключений. Ну и также у нас стартовал совместный конкурс с Джампером и Имморталом на 1000 коинбоксов. Ссылочку на него я оставляю в описании. Переходите, участвуйте. Там все очень просто. Вам всего лишь нужно быть подписанными на 3 канала, про которые я прямо сейчас уже сказал, и написать под видосом на ссылку, которую вы уже найдете в комментариях к этому видосу, оставить просто ваш дискорд и никнейм. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok